снова я сегодня хочу вам рассказать интересную историю о том как я заказывал вызов обслуживающего специалиста чтобы он мне проверил мою плиту гефест потому что у меня тут идет капитальный ремонт меняли газовую трубу и завтра будет происходить как это придет комиссия специальная будет все проверять принимать одним из требований в этой комиссии есть то чтобы плита была там проверено и все с ней было как бы хорошо так вот значит дозвонился я в мингас по телефону 162 ну и так как комиссия завтра то мне надо было заранее это все сделать ну и крайний срок это на сегодня можно было это заказать выезд специалист значит ну они там спросили какое свободное время я сказал что в принципе в понедельник могу то 12 часов спокойно пускай приезжают они сказали что все там окей 9 до 12 в общем то к вам приедет соответствующий специалист ну и все я это на той неделе было я поговорил и забыл сегодня просыпаюсь что рано такой когда он там приедет все встал там хожу жду и тут приходит на телефон смс к ну тут вот вы сможете почитать какой в общем то и текст в этой смске значит и там же в смске ну и время можете посмотреть что как бы не совсем до 9 и и прислали и там же ссылочка на страничку белтранспутника где можно будет отслеживать самый ну где перемещается курьер не курьера специалист по городу там почему-то как курьер будет обозначена ладно сейчас все расскажу значит ну естественно прошел я по этой ссылочке и вы там можете посмотреть там было указано какой я в общем то в очереди был его через 4 и что когда уже ко мне поедет курьер специалист то тогда его позиция отразится на карте начну ждал это какое время потом захожу смотрю здесь вот там написано что мое время очереди уже ну вместо в очереди же стала треть ну а время уже начала немножечко поджимать и все все время вышло то есть до 12 часов я ждал ждал я был третьим в очереди я так и не дождался 12 часов никого нет а мне как бы надо уходить на работу в час даже без десяти ну естественно что мы делаем в такой ситуации естественно мы сразу начинаем звонить вот набираю я в 162 вот подтверждение тоже тут будет картинка что я дозвонил звоню в 1207 здравствуйте здравствуйте и называю мой номер заказа такой-то называю номер заказа из непосредственно смски она мне сразу ой скажите лучше номер там номер квартиры адрес фамилию это самое но уже сразу начала мне возникает такой интересный вопрос но по номеру заказа же намного проще искать чем адрес это об этом она говорит ваша карточка загружать я такой о это хорошо загрузилась она моя карточка там наверное у них и она говорит ну и собственно какой вопрос я говорю скажите что у вас там написано в карточке она говорит вот вы заказы твои специалиста там с 9 до 12 я говорю хорошо отлично а сколько сейчас времени у нее спрашиваю она такая 12 09 я говорю ну и как бы и где специалист значит цена что получаю очень интересный ответ ну мол он типа едет а я говорю я в очереди 3 то есть до меня еще будет 2 и потом только я и когда он приедет ну хотя бы найти как это транспутники писали бы примерное время ожидания какой-то в очереди непонятно на что она мне говорит а что вы не можете подождать ну и тут я что-то уже такое как-то меня этот вопрос как-то из себя вывел я говорю в плане не можете вы же позвонили спросили в понедельник в понедельник со скольки из 9 до 12 до с 9 до 12 я говорю сейчас уже 12 10 12 10 что значит подождать а дальше эти планы должны ну она там что-то ваш хорошо там спрашивает какой мой номер ваш там типа ваша я вас услышала и я передам эту информацию специалисту ну я уже не стал ничего говорить но сам себе думаю это как вот случае с белым из банка был у меня ролик что никакой эмпатии вообще нету клиенту почему потому что ну сказала бы там приносим свои извинения или еще что-то но видишь же что все по времени сходится но да ладно спрашивает мой номер я называю она говорит с вами сейчас свяжется значит но и проходит где-то примерно до 12 уже тут телефон не буду указывать что мне звонили значит где-то в 12 27 мне звонит специалист и говорит здравствуйте я с такой-то такой-то через 10 минут у вас буду я говорю сколько там займет ну тоже хочется прикинуть сколько там займет это все обслуживание но он говорит значит где-то минут наверное 10-15 я говорю окей ну и проходит там буквально сколько-то минут 10-12 и все стук дверь пришел короче специалист ну и естественно проверил он всю плиту раньше было ограничение такое что плита срок эксплуатации до проверки 10 лет вообще полной эксплуатации 20 лет но он пришел проверил в общем то сейчас сейчас покажу что-то значит проверка тут она такая была он там раз два этих самых открутил решеточку снял эту штуку все чик приподнял взял какой-то там специальный прибор датчик этим датчиком там что-то померил не газа естественно тут нету потому что он не подключен запалить ничего посмотреть не может он при помощи прибора все это в общем-то установил не все сказал что плита все нормально работает ну и так как плита работает раньше надо было если 20 лет плите все ее в утилизацию и покупай нового теперь у них немножко поменялись правила они этот самый когда они говорят до следующей поломки или до следующей проверки но проверка нигде они написаны когда и что выдали мне но я не буду показывать документик и что самое интересное в этом документе а ну так вот до следующей проверки когда она будет проходить не знаю ну или если что-то поломать здесь еще поломается надо будет опять вызывать их они будут проверять все ли нормально починили и так далее ну и самое интересное просто несколько этих самых ладно хотя наверное вот картинку самой что они тут проверяли и где все плюсики я вот тут вот вам прикреплю тут вы можете посмотреть что они тут проверяли но прикольно что работа устройство контроля пламени картин картина и устойчивость горения газа на горелках ну то есть это очень интересная проверка почему потому что газа в квартире нету и как бы но наверное только при помощи там этого датчика он там делал какой-то определенный но уже хорошо что сервис немножечко по времени у них там не стыковочка но в целом хорошо что проверку я прошел завтра тогда у меня будет новая эпопея с этими самыми ну и еще что удобно они теперь то есть оплатить можно было через ерип и они выдали вот такой вот огромный чек в котором в общем-то описано какие работы проводились и сколько чего стоит то есть принципе они тогда они уже не пишут от руки то есть все на чеке жи-жи-жи-жи выезжает и ты можешь почитать стоимость тоже прикреплю вот здесь сможете посмотреть сколько это стоит то есть ну буквально заняло это 10 минут и за 10 минут вот такая вот сумма в районе 51 рубль 40 копеек так что если вдруг кто-то из мингаза смотрит этот ролик подкрутите там что-нибудь немножечко сервисом и все-таки если вы видите что у вас даже понимаю что вы там сделали битран белтранспутник там отслеживание так далее просто если вы видите что не попадает указанное время то вы как-то все-таки заранее уже сами созваниваетесь вашими клиентами почему потому что это же не бесплатный выезд приезжаете за деньги и за деньги извините меня не такие уж и маленькие потому что 50 рублей за 10 минут так извините это в час сколько получается это надо умножать на 6 то есть получается 300 рублей за час я бы хотел конечно чтобы мне платили такую зарплату 300 рублей за час я бы наверно за такие деньги это сама еще один маленький интересный момент но это может потому что капремонт идет или что но вот у всех кто не приходит у всех вот одна привычка в подъезде там пыль на еще что то есть коридор можно разуться можно попросить тапочки но никто не спрашивает разуться никто не спрашивает там не бахилы не это самое все прямой наводкой сразу идут куда им надо и получается как бы это не приходишь это это я там скручиваю ковры они приходят потом они уходят я мою полы расстилаю обратно ковер и вот такая вот получается круговерть их обуви пыли ковров и мытья в общем-то полов ну не в целом вот такая история если у вас были какие-то похожие ситуации или есть чем поделиться то можете написать в комментариях